Привет, друзья мои! Поздравляю вас с первым маем! И у нас, к сожалению, очень холодно. Вот вчера было 8 градусов, а сегодня немножко потеплело. Солнышко выглянуло вроде как 12, но ветер очень сильный. Я вот впервые за 3 дня вышла опять немножко вам поснимать, потому что я гуляю. Вот приехала в такое великолепное место. Вот хочу вам еще одну церквушку показать, старинную английскую. Она невдалеке, здесь на холме от Карлсбук Кассел, от старинного дворца. Я вот к нему сейчас подойду, вам тоже покажу. Возле этой церквушки очень много могил, захоронений. Видите, вот все вокруг и туда дальше. Иногда возле церквей совсем немножко могил, а иногда вот такие огромные захоронения. Вот, видите, как получается тут на вот таком красивящем холме. Вот здесь старинное английское кладбище располагается возле вот этой церкви. Вот еще один ракурс с другой стороны на эту церковь. Но она уже не действующая, она закрыта. Я посмотрела, там написано, что склад для цветов здесь сделан. И могилы здесь в основном 18-19 века. Сейчас уже, конечно, здесь это не кладбище. Никто здесь не хоронит. Это то, что осталось в старину. А вот я не знаю, как вам, а мне иногда интересно вот посмотреть вот такие старинные какие-то памятники на старинных могилах. Вот, не знаю, будет ли вам моя камера показывать вот этот вот весь горизонт и весь этот шикарный вид вокруг. Я бы, конечно, хотела, чтобы вы это увидели. Потому что это именно вот такой английский ландшафт. И горизонт простирается далеко-далеко. Ну вот я забралась еще выше. Вам показываю опять этот шикарный вид, друзья. Я знаю, что у меня много очень подписчиков, которые ждут вот именно такие английские какие-то виды. Вот я вам хочу показать эту красоту. Вот сейчас еще вам сниму эту панораму, друзья. Это я вот на самом верху холма. Извините, если ветер. Но я вот снимаю, наверное, только для того, чтобы вам увидеть этот красивый вид. Вот Isle of Wight имеет такую горестую местность. И преобладают здесь меловые породы. И вот иногда, когда заберешься на холм, есть такие обрывы, которые видно, что там мел. Ну а потом вот холмов здесь очень много, как вы видите. И с каждого холма открывается великолепный вид. И на море, и на наш пролив, и просто на остров. Вот как здесь, например. Вот еще интересно. Такой трудно узнаваемый, весь заросший старенький домишко. Вероятно, заброшенный. Никто его не реконструировал. И представляете, у меня там с густами. Вот я попыталась пробраться и посмотреть, что это такое. Вот здесь дверь открыта, конечно, но там все в запустении. И знаете, я вообще-то шла сюда, по этой дороге. Поднималась на этот холм в надежде, что я выйду на этот Карлсбрук Кастел. На огромный наш старинный замок. Но, к сожалению, я пошла не по той дороге, друзья. И вот, наверное, я так думаю, я вам еще немножко покажу. Я просто зашла вот на это вот старинное кладбище. Вы знаете, как я сказала, что иногда даже интересно походить погулять. И посмотреть вот эти вот надписи на старинных могилах. Но сегодня я что-то как-то не расположена, вы знаете, по кладбищу гулять. Поэтому я, наверное, эту съемочку свою прекращаю. Сейчас выйду на другую дорогу, на правильную. Найду вам этот замок старинный Карлсбург Кастел, который я и обещала. А сейчас, друзья, пока-пока!